Перед началом я уже подготовил небольшой набросок, то есть это у нас забор и дерево на заднем плане. Затем я достаю свой зеленый и столько же красного цвета и в красный цвет немного добавляю зеленого цвета, чтобы получить коричневый цвет, которым я буду закрашивать наше дерево. Далее тонкой кисточкой просто закрашиваю полностью контур дерева. Затем берем желтый и зеленый цвет, к нашему зеленому добавляем немного желтого, чтобы он стал более ярким и насыщенным. И потом вот этим зеленым делаем листья нашим деревьям, круглой кисточкой с круглым концом. Делаем листья не просто сквашенным слоем, а такими кучками, как у деревьев. На самых концах кучек, ближе к свету, мы добавляем немного желтых листьев, как бы будут блики от солнца. Если желтого цвета получилось слишком много или он оказался слишком ярким, тогда его можно приглашить зеленым цветом. Субтитры создавал DimaTorzok Затем опять из зеленого и красного делаю коричневый цвет. Этим коричневым цветом, тонкой кистью, я делаю веточки сирени. Их нужно сделать побольше и не такие толстые. Ветки располагаем хаотично, не забываем, что они могут переплетаться, как-то накладываться друг на друга. Это все придаст натуральности нашему кусту. Затем беру зеленый и к нему побольше добавляю желтого. И получается такой красивый, зеленый, хороший цвет. И этим вот цветом мы делаем листья сирени. Они будут прилегать к веточкам, делаем их погуще, побольше. К самой кончике веточек оставляем для самих этих сиреневых цветочков. И чем ниже у нас листья к основаниям, тем они должны быть темнее. Это мы можем потом еще поправить. На самых верхушках добавляем немного желтого цвета, так как они находятся близко к солнцу. Сейчас мы приступим к закрашиванию забора. Для этого делаю коричневый, добавляю и делаю из красного, желтого и немного можно добавить синего, чтобы было немного потемнее. Этот цвет я делаю немного по-другому, чтобы этот цвет не сливался с нашими деревьями. И закрашиваю им все заборинки. Также можно добавить немного желтого цвета к самым верхушкам забора. Сейчас я смешиваю фиолетовый цвет для бутонов сиреневых. Я использую уже готовый фиолетовый цвет. У кого его нет, можете спокойно смешать его самостоятельно. Вот. Сама слева у нас находится обыкновенный фиолетовый цвет. Справа вверху я добавила туда немного белого, чтобы получилось более светло-фиолетовый. А вот тот, который я сейчас добавляю красный, будет немного более красным. Будет такой темный. Так же еще делаю еще один цвет из красного и капельки фиолетового. Затем для бутонов сирени я беру ушную палочку и на кончиках этих веточек я делаю бутоны сирени. Добавляю такие точечки и вот будет такие у нас в крапинку такую. Будут наши бутончики. К основанию бутона будет более темный, а к верхушке уже более светлый. На самых самых верхушках, которые еще будут сверху куста, можно добавить будет нашего красного, фиолетового, который мы уже сделали. Добавляю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Затем я приступаю к раскрашиванию травы Я не нашел ничего лучше, как просто делать травинку кисточкой Просто делаем сейчас зеленую нам посветлее И будем просто четкими мозлочками делать травинки И так заполним всю нашу поверхность Смотрите Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии